Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к сегодняшнему решению депутатов городской думы, о котором только что шла речь в нашем сюжете? Все-таки лучше 15 или 30? Я, как и большинство депутатов законодательного собрания, безусловно, одобрительно отношусь к этому решению наших коллег из городской думы, поскольку, во-первых, эта система опробирована в нескольких других субъектах нашей страны. И, допустим, у нашего ближайшего соседа в республике Бурятия и довольно-таки эффективно себя оправдала. Ну, а во-вторых, я думаю, мы можем доверять этой системе. Ну, а во-вторых, и, наверное, это самое главное, независимо от того, какая будет система, все-таки мы, горожане наши, должны иметь возможность сделать правильный выбор и депутатов, и мэра города. И все это в конечном итоге должно пойти во благо нашего города, всех горожан и каждого жителя города в отдельности. Что нового, в свою очередь, готово в наступившем году предложить депутаты законодательного собрания? Появятся ли какие-то новые формы работы? Или все-таки вы ограничитесь теми, которые были раньше, это проведение сессий, проведение заседаний комитетов? Ну, конечно, при многих направлениях деятельности законодательного собрания самым главным остается законотворческое направление, законопроектная работа. И, тем не менее, вместе с тем, в наступившем новом году депутаты законодательного собрания решили особое внимание уделить другому, тоже очень важному направлению, контрольному. Дело в том, что в июле прошлого года был принят и вступил в силу закон о контроле законодательного собрания за соблюдением и исполнением законов за Байкальского края. Вот почему депутаты решили в ближайшее самое время поставить на контроль действительно исполнение тех или иных принятых ранее законов. Безусловно, приоритет будет отдаваться тем законам, которые в первую очередь особо важны, особо приоритетны, имеют особенную социальную направленность. В настоящее время в законодательном собрании уже разработан план такой контрольной деятельности. Каждый из восьми комитетов внес в этот план свои предложения рассмотреть по одному-два вопроса. И в самое ближайшее время мы планируем запрашивать информацию у наших министерств, заслушивать информацию, проводить правительственные часы, проводить выездные заседания. Ну, с тем, чтобы очень серьезно действительно проконтролировать то, как исполнительные органы власти исполняют те законы за Байкальского края, которые им предписано исполнять. Вот, насколько я знаю, Комитет по аграрной политике и развитию потребительского рынка предложил, что называется, под лупой, очень детально, скрупулезно рассмотреть закон о государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Забайкальского края. Почему все-таки такой интерес именно к этой теме? Или, быть может, сказывается то, что наступивший год – это год села? Ну, конечно, это хорошие поводы для того, чтобы обратиться к этой теме. Это год села, это год культуры, особое внимание сельской культуре в этом году. И все-таки, если посмотреть шире на эту проблему, на этот вопрос, то следует вспомнить, что Забайкальский край всегда исторически был аграрным. Значительная часть, даже большая часть населения проживает в сельской местности. И, кто бы что ни говорил, люди желают остаться, жить в тех условиях, не менять свой сельский образ жизни ни на какие городские условия. Более того, люди стремятся вести личное подсобное хозяйство, зарабатывать на этом или находить применение своим способностям в других сферах. Это одна составляющая. Вторая составляющая заключается в том, что нашим горожанам ежедневно требуется большое количество продуктов питания. Желательно, чтобы эти продукты питания были местного производства, экологически чистые, экологически здоровые. Вот почему мы заинтересованы в том, чтобы было много молока, мяса, овощей местного производства, чтобы были условия у сельхозпроизводителей реализовывать свою продукцию. Собственно, почему был разработан такой закон еще в 2010 году, вступил в силу. К сожалению, в настоящее время пока не в полной мере реализуется. И, к примеру, до сих пор не решен вопрос об организации оптовых продовольственных рынков, что очень важно. Важно особенно в городе Чите. Поэтому вопросы выращивания, производства, переработки, сбыта сельской продукции на особом внимании депутатов будут находиться в ближайшее время. Получается, закон о господдержке личных подсобных хозяйств, он направлен на поддержку прежде всего человека? То есть он социально ориентированный? Безусловно, он четко выраженный, социально ориентированный закон. Прежде всего, вот такая занятость населения, это альтернатива безработице. Ведь труд, пусть в личном подсобном хозяйстве, это очень важно. Это значит, у человека будут реальные живые деньги. Это значит, у него будет возможность эти деньги направить по тому или иному направлению на свое усмотрение. Это значит, в конечном итоге будет улучшаться качество его жизни. И горожанам очень важно иметь возможность приобретать такие продукты. А депутаты, в свою очередь, будут как-то жестко спрашивать соответственных чиновников за исполнение закона? Безусловно, депутаты будут очень принципиально, но вместе с тем справедливо спрашивать со всех министерств, которые ответственны за исполнение в данном случае вот этого закона о государственной поддержке личных подсобных хозяйств, прежде всего, конечно, это Министерство сельского хозяйства, не беря во внимание никакие оправдательные моменты и не давая никаких послаблений. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. А я напомню, в нашей студии сегодня была председатель законодательного собрания Забайкальского края Наталья Жданова. Мы говорили о приоритетных направлениях работы Краевого парламента в наступившем году. Краевого парламента в наступившем году.